здрасте 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 и падей как же тоже здорово кто-то дядя серёжа азира сейчас он будет рассказывать рассказывать что-то большой какой подрос сильный да он ест за троих не знаю что таким темпом пойдет куда мы его он же никаких если есть это что такое вы подстриглись да ну да я как фадея под фадея это кеша под кеша а по фадея он у нас волосатый он есть не я смогу язвы на теле давно есть на голове шрамы от операции это шрама они прямо выглядят как болячки такие это да да знаете я чуть у меня я когда вас не вижу вашего зеленый зелененького огонька в скайпе у меня же это сердце сжимается всегда знать такой момент что надо обязательно это будешь перебивать меня нет да вот помалкивай я думаю как бы знать последний раз страну к человек уходит отсюда думаешь как бы вот почему он с ним не пообщался почему поговорил с ним почему не какие-то слова какие-то слова добрые не сказал какие-то слова может быть необходимы и всегда какая-то вот чувствуется вот в этом то есть как бы упущенность какая-то упущенная упущенная возможность человеком пообщаться в последний раз и всегда всякий раз когда вас не вижу и вы не отвлекаетесь но там думаю уже хочу набирать маму вашу говорить так что я думаю меня так господь не заберет это неожиданно мы люди как многие говорят что ну люди которые со христом вообще не были что предупреждает господь за день или там за несколько дней даже кого-то там за месяц за несколько предупреждает у меня у меня ощущение нету даже близкой смерти вот этой вот я ее зову зову а она даже и далеке не маячит это это знаете это я думаю это как сказать это вы правильно говорите в каком смысле что у нас одна бабулька я его помню то она до сих пор ее помню она она говорит но ты наград храм пришла чистенькую с чистенькой все дело а к пришла домой причал исповедовалась причастилась пошла домой легла и умерла а дома дома был готов гроб был готов ей на деньги на трапезу поминальную все чистенькая во всем чистенькая уже одета все чистенько помылась помню все чистенькая то есть как обо всем побеспокоилась там вплоть до того там там все то есть она пришла причастилась и умерла вот как это так то она знала значит значит она просто знала если если и к неверующим у него дед умирал у меня отец умирал дед умирал как бабушка к нему пришла ну за день до смерти я он уже я рассказывал по моему он говорит сегодня баба к это приходила вся белого собирайся вот предупреждают даже неверующих людей через вот вы знаете да вот это вот это вот это отношение с богом когда бог посылает ангела какого-то какой-то знак то конечно я думаю что какая-то угодность в этом есть что господь даже в этом идет на встречу человеку потому что мы же все находимся в неведении да в этом неведении но как бы есть некая загадка в этой загадке мы как бы не дремлем как бы даже не не дремать т.е.м. не дремимowski там себе придумать что так ты там умрешь calamus ты что кусаешься он кусал меня зуб появляется зубы появляется он укус auskuk стоит больно мне не больно было? Ты что кусаешься? Пожалей, пожалей. И тут выходит вопрос, что ты опять же, мы же, да как бы мы провели это время? Что мы мы делаем? Я не знаю, я скорее, потому что все равно, ну, я сам по себе чувствую, мне надо примириться, во-первых, с близкими со всеми, если что-то прощение скорее у всех просить, потому что, ну, первое чувство появляется, какое, допустим, у людей, о чем они печалятся, да, что не успели примириться, не успели сказать хороших, добрых слов каких-то, вот, они потом до конца жизни, если теряют близких, да, и вот у всех одно и то же, почему я, ну, как бы не говорил того, чего от меня ждали, вот, а мы же по гордости, я вот с матушкой тоже по гордости, не говорю же ничего недоброго такого, ничего, а я понимаю, что оно в этом нуждается. Ну да, женщина, женщина как цветок, который как нуждается, как нуждается в цвете, а женщина нуждается в добром, ласковом слове, и оно расцветает только просто-то и скажи ласковое слово, все это больше. А для меня, ей да, ей даже вот обмануть даже как-то дал, ну, слуга, для меня это, я если говорю, то я хочу от сердца очистить, а вот так вот для меня это какая-то преграда сказать просто так. А как, а тут самое простое, она что делает, она терпеливая, терпеливая, ну, скажите, какая-то все-таки у меня терпеливая, она заботливая, разве она не заботливая, вы не соврете, это вообще тут не надо льстить, тут говорить то, что есть, и все. А доброе качество у каждого человека, если ты найдешь, у любого человека найдешь доброе качество, то это, мне кажется, с этого и пляши, почему у нас, вопрос мне очень понравился, задали, мне так, я прям хожу с этим, с этой мыслью. Я раньше как-то это знал, ну, тут меня просто озарило так, как относиться к ближнему человеку, ну, вообще к человеку. И один святой, если я не помню, из оптинской какой-то старицы, то ли Анатолий, Анатолий, кажется, если я не ошибаюсь, ну, не Амбросий, он сказал с благоговением. Представляете, человеку надо относиться с благоговением. Как? Тоже недоуменно на него смотрит. Он говорит, вот в человеке есть образ Божий, в человеке есть крупица Божества, частица Божества, в нем есть рай. И как можно относиться? Вот это надо выискивать, выискивать в каждом разы, выглядывать это, и вот именно на этом обострять свое внимание. Вот чего мы нам и не умеем еще делать. Вот, вот это у нас, у нас это настолько притуплено, мы как смотрим? Мы смотрим сразу… В основном меня-то вот учили… Я вот такого критического склада ума, у меня сразу критика такая складывается. Да. То есть у меня… Я только когда пришел к Богу, к Христу, открылась во мне эта способность видеть. Но она почему-то потом ушла, как благодать Божия. Вот она отходит, и у меня начался труд, как мне полюбить ближнего своего. Оказывается, это самое сложное. Почему? Потому что мы в себе иногда не видим этого проблеска. Поэтому я говорю, какой я там священник? Я как священник, я ну не стою… ну даже, как сказать, там какой-то… я серьезный, я там не что-то там… не ложное у меня там какое-то… это просто реальное осознание себя. Себя как… и вижу, что… а Господь сказал, а некого. Ну да, мы сейчас закроем все храмы, мы сейчас будем руку полагать всех по канонам, и что мы сейчас придем к чему. Но есть милость Божия, вот эта милость Божия, она… ее оказывается намного больше у Бога, чем истины. Потому что истина, она в конце концов… ну хорошо, поистине-то я должен погибнуть, я должен поистине в ад идти, а Господь по милости меня что-то еще и сожидит, как бы меня еще держит, сожидит, дает мне какую-то… где-то вообще-то умирать собрался еще? Я как только к Богу пришел, я уже говорил, Господи, я уже готов забирать меня. Ну просто я на самом деле, я больше не увидел, я не увидел здесь дальше жить, цели не увидел. Где, ну что, семья – это не цель жизни, построить дом – не цель жизни, это обман, это самообман. Ну построишь ты дом, дальше что? Я вот тоже считаю, что это и есть то рождение, когда человек, рождаясь от Бога, рождаясь свыше, да, он все говорит, я готов, Господи, я уже не хочу жить, да. А у сектантов-то я вот сейчас в последнее время, ну, отовсюду идут нападки отразные, там абсолютно там всякие, и все себя христианами называют, я христианин, говорит. Вот, а что за христианин, непонятно. А у них, видите, у них-то какая совершенно обратное понимание. Они начинают жить, жизнь любить, они начинают, как бы, бороться, стремиться к этой жизни, не к смерти, а к жизни стремятся. И что это за рождение тогда, если у нас совершенно разные понимания о рождении? Нет, не к смерти, вот именно вот это состояние, когда смерть, я даже не к смерти, а в смысле смерть, что такое, это соединение со Христом. То есть после смерти я наконец-то встречу со Христом. То есть вот это расстояние далекое, которое меня каждый день отделяет, как бы, каждый день мне надо... Я о том и говорю, просто смерть я употребляю как дверь перехода. Ну да, да, дверь, вот этот самый, вот этот переход, тот переход, который ты, просто он ускоряется, потому что апостол Павел говорил, смерть приобретения, желаюсь соединиться со Христом, желаюсь с ним быть. То есть, ну опять же, он опять там какие слова говорит, что, то есть, опять же, будет воля, чья? Когда, Боже, в этом даже есть его воля, когда это придет, когда... И тоже в этом есть тоже наше смирение, в этом-то и проявляется, как у меня вот, матушка, а, даже как мы разговаривали, говорит, она что-то, ну, хотела что-то, чего-то хотела очень сильно. Потом она не стала, уже, ну, у нее не стало, ну, то есть, переварилась, не хочет этого. И когда только она переварилась, успокоилась, что это, это Господь ей дал. С кем тут разговаривали прямо недавно. Вот момент такой, когда человек успокаивается, говорит, Господи, да не я хочу, да будет твоя воля. С моей соединено, вот это соединение воли Божьей с моей волей. Потому что моя-то воля какая? Она греховная. Она к чему? То есть, в конце концов, для чего я живу? Чтобы, ну, сейчас вот, там, дом построить, там, денег заработать. Потом что? То есть, какой, все равно мне придется, опять мне придется любить эту жизнь, сказать, вот она, эта жизнь, это очень хорошо, ну, мне так вот здесь нравится, и мне неохота идти ко Христу. Мне неохота, потому что здесь уже хорошо мне. Быть просто, ты становишься эгоистом, которые ждут царство небесное на земле. Для них царство, царство Божие небесное, царство придет сюда, на землю. С одним разговаривал, он говорил, что здесь будет это. Я говорю, как, когда там написано, что придется, будет новое небо и земля. Новое небо и земля. То есть, новое сдаст Господь. Какую он там планету изберет для этого, для этой новой земли, мы же не знаем. Он возьмет любую планету, скажет, что тут будут жить люди, те воскресшие люди, и даст, подвинет. Ему же что стоит, там, эту планету подвинуть на один меридиан, там, ну, чтобы к Солнцу было, как раз, жить комфортно. Совершения организма человеческого ничего нет. Ничего. Там, кто там говорит, там, что самое совершенное, какой механизм, можно так сказать. Это механизм, если так можно сказать, механизм, это тело человеческое. Потому что в нем, ну, такая… Ты просто удивляешься, как работает сердце. Почему оно работает? Что за вот этот удивительный, вот этот импульс, который позволяет сердцу постоянно сокращаться? Что это за импульс, который, вдруг, опять останавливается этот импульс? То есть он, вот просто человек лег спать, спать и умер во сне. Как это сейчас? Это даже не так… Ну, об этом люди всегда знали. Но сейчас-то ученые до чего дошли, что наше тело определенное количество, через определенный период обновляется. То есть все клетки в организме, это что получается? Человек распадается полностью, распадается и полностью обновляется. Посмотрите на свою руку. Эта рука полностью новая по сравнению с той, которая была при вашем рождении. То же касается ваших ног, сердца, печени, почек, желудка. Что же остается с человеком с рождения? Только его собственный мозг, причем не весь. С одной стороны, нервные клетки, как нам говорили с детства, не восстанавливаются. А с другой стороны, найдены неоспоримые доказательства, что точно обновляются клетки в гиппокампе, так как они отвечают за ориентацию в пространстве и получение новой информации для того, чтобы передать ее на хранение. А вот если бы все клетки мозга обновлялись, то мы время от времени теряли бы память и весь свой накопленный опыт. То есть мы несем через всю жизнь только наш мозг, все остальное меняется многократно. Правда, есть еще одно исключение. Девочки при рождении имеют уже весь набор яйцеклеток, которые тоже не обновляются на протяжении жизни, а только расходуются. Дело в том, что в каждой яйцеклетке заложен будущий не обновляющийся мозг ребенка. Того, кто был пять лет назад, это вообще нет и следа. Если вот этот процесс на быструю-быструю пленку, то наверное это было бы какое-то как обновление. Поэтому я сейчас читаю книжку Фёра Михайловича Достоевского. Книжку называют «Человек есть тайна». И вот эта тайна как раз для самого человека, чтобы ее разгадывать. Вот ты разгадывай тайну сам себя. Я не участвовал в этом никак. Что я для этого сделал? Я ничего не сделал. По сути, самого как такового «я» его не существует. Это все. Это все. Господь. Мы вообще… Нас нет. По сути, нас нету. Мы – это только одна гордость и грех один, и все. Гордость житейская и похоть плоти. Да. Похоть плоти и очей. Вот это мой. Это как Амрой Септинский говорил. То, что из меня происходит – это сопли. А все, что я продолжаю – это сопли. То есть, все, что мы производим – это сопли. А то, что есть в нас несущественное, невещественное, то есть, что мы умеем общаться, что у нас есть чувства, которых нет ни у животных, ни у кого. Мы можем менять свое мнение. Мы можем идти – не идти. Мы можем работать – не работать. Мы можем… Какая любовь Божия. И Бог хочет, чтобы мы эту любовь поняли, осознали через познание вот этой свободы, данной нам. Да, эта свобода распоряжается каждый. И сатана тут как тут. Он эту свободу начинает насиловать в человеке. И эта свобода, конечно, приносит человеку и радость, и страдания. Поэтому определись. Ну, а свобода что сказал Господь? Познай истину, и истинно сделай тебя свободой. То есть, истинно – сам Христос. То есть, когда мы соединимся со Христом, когда апостол Павел сказал – не я живу, не я, а живет во мне Христос. То есть, я умоляюсь, а Христос возрастает. Вот как это почувствовать на непосредственной жизни нашей? Вот как? То есть, Христос – это корень, который питает все ветви. А как мы соединяемся? Если мы не считаем себя грешниками, то нам причастия не надо. То есть, там же очень важный момент. Когда мы приходим к причастию, мы говорим – помяни мне, Господи, во Отца, как разбойники к нему. То есть, если я уже такой, весь солидный такой, я подхожу к нему. То есть, зачем мне Христос нужен? Я же святой уже. Я-то святой. У меня все есть. Я уже все знаю. Евангелие я знаю. Ветхий Завет знаю. Я уже это сделал, то сделал, 25-е. У меня пальцев не хватит, сколько добрых дел я сделал. Значит, мне и Христос-то, я же не грешник. И мне Христос… То есть, кому нужен Христос? Только грешному человеку. То есть, я могу воспоминания только творить о Нем раз в год, когда они там, они там раз в год там какие-то такие дают, какие-то там таблетки. Достаточно одной таблетки. То есть, он же не просто сказал, кто будет творить обо мне воспоминания, тот будет иметь жизнь. Нет, он сказал, кто не будет пить и крови, и тело моего. То есть, для человека неверующего это вообще что такое за ганнибализм такой? Ну, я к чему, что сегодня время такое. Время у нас такое, оно тоже скорбное. Потому что попробуй в этом кругу информации сегодня определись, где искать, где эту правду искать, куда прислониться человеку, куда. Вся правда в Евангелии. Там написано, что когда скажут мир и безопасность, тогда постигнет Пагуба. Вот сегодня как раз мы и видим. Сатана не настолько прост, чтобы он показать свои рога. Он и придет, ну, тем более в нашу страну, именно под видом мира и безопасности. Это самая большая опасность. Я сейчас недавно опять ролик смотрел сегодня. Вот, под Москвой строят на несколько тысяч лагерь заключенных. По подобию там скалючей проволокой с четырехметровым забором четырехэтажных загонами для собак со стражевыми вышками. Для кого, спрашиваете? Екатерина Буженко оказалась в одном списке с лидерами боевиков и экстремистами за перепост статьи в социальных сетях. Теперь ей грозит до четырех лет тюрьмы, а вот свидетелям по этому делу проходит ее мать, пенсионерка, 75 лет. Екатерина Пономарева познакомилась с обвиняемой, чтобы понять, за что в 21 веке можно стать врагом народа. Здравствуйте, друзья. Для пособницы террористов Екатерина на редкость радушна. Так его ставят в один ряд с лидерами мирового экстремизма. Живет в трешке в спальном районе Екатеринбурга. Продавец в магазине, мать-одиночка 12-летней школьницы. Живет с 75-летней мамой, тоже фигуранткой громкого процесса. Есть еще пара котов, но они по делу не проходят. Хозяйку обвиняют в разжигании межнациональной розни и в том, что она помогает экстремистам. А все из-за чужих статей, которые женщина размещала у себя на страничке в соцсетях. У меня никаких материалов не было. У меня как бы только вот тут как бы, ну, факты. Вот то, что вот из жизни Украины. Темой украинского кризиса женщина заинтересовалась прошлым летом. Читала разные источники, в том числе и заграничные. А самое интересное размещала у себя на странице. Оказалось, за ее онлайн-жизнью следят не только 52 друга, но и интернет-эксперты спецслужб. В итоге дома у подозрительно активного пользователя прошел обыск, изъяты все электронные носители, даже диски с детскими утренниками. И уже полгода специалисты ФСБ ищут в записях Екатерины экстремистский подтекст. Сама женщина вину не признает. Сперва Екатерина приняла все эти обвинения за злую шутку, но теперь ей не до смеха. Накануне суда у нее заблокировали и все счета. В выходные из продуктового магазина Екатерина ушла без покупок, потому что карта оказалась под запретом. Почему, объяснили в банке. Чтобы я не посылала денежную помощь всяким экстремистским или террористическим организациям, не знаю, что это имеется в виду, или ИГИО, или правому сектору, может быть. Имя Екатерины опубликовано в списке пособников терроризма на сайте Росфиннадзора. Вместе с женщиной в перечне известные преступники и исламисты-террористы. Впрочем, органы уверяют, Екатерина не могла не знать, на какой риск идет, читая статьи в сети. Авторы многих материалов, которые она лайкала, то есть одобряла, признанные экстремисты. И за подобную солидарность с их мнением, запрещенным в России, можно остаться и без интернета, и без свободы на 4 года. Само их копирование, размещение ссылок на эти материалы уже являются преступлением. Соответственно, за совершение данного преступления женщины и привлечена к уголовной ответственности. Суд приговорил признать Володжининову Екатерину Эдуардовну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона 3 февраля 2014 года номер 5 ФАЗ, за которое назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов. Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменений. Вещественные доказательства по уголовному делу. Ноутбок Samsung, компьютерную мощь, зарядное устройство к нему уничтожит на основании пункта 1 части 3 статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации, планшетный компьютер Samsung, зарядное устройство, фотоаппарат, чехол, зарядное устройство, провод, сотовый телефон Samsung, 7-9 дисков, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Следственного отдела по железнодорожным районам города Екатеринбурга, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области передать в распоряжение Володжининовой. CD-диски, находящиеся в деле, хранить при уголовном деле, CD-диски, хранящиеся в камере хранения, уничтожит поступление приговора в законную силу. Вот, это лагеря политзаключенных, которые именно будут говорить сегодня против политики Путина, против политики церкви сегодняшней московского патриархата. Лагеря будут в каждом мегаполисе стоять, лагеря рядом с каждым мегаполисом. Везде, во всех городах, для кого лагеря эти строят, спрашиваются. Нет ничего хорошего в сегодняшнем мироустроении в этой России. Сатана настолько подкусит именно на этом мире и порядке. Путин открыто заявляет, что у России нет границ. Он говорит о том, что Россия выступает сегодня против всего мира. Она готова, готова показать свои зубы сегодня всему миру. А у нас другого выхода нет. У нас другого нет выхода. Я вас уверяю, Россия в другом состоянии живет. Это некое… Ну, как вам сказать… Это некое… Ну, я не могу сказать там какое-то… Какое-то… Слово «судьбу» мне… Ну, судьба – это что такое судьба? Это судьба. Судьба Божий. Судьба Божий. Да, судьба Божий. То есть, нам… У нас… Ну, уж… Не хочу пафос, но… Это не моя… Это не моя, как бы сказать, мысль. Это мысль Федора Михайловича. Что судьба России – это судьба и миротворца, и государственности, державности. Вот. Державности, государственности. То есть, мы показываем, как можно здесь жить на земле с Богом. Потому что у нас, на самом деле, вся наша жизнь приплетена с Богом. И если… Если… Относиться к истории все-таки немножко… Все-таки с любовью. С любовью. А не… Просто видеть только одни темные пятна. Этот… Этот негодяй. Этот был подонок. Этот хитрый. Этот такой-сякой. У нас… У нас же истории-то не осталось. У нас нашу историю сегодня уничтожили. И я не думаю, что Путин готовит лагеря против… Ну, против кого он готовит? Против тех, которые сегодня грязью поливают. Навальный. Ну… Тех… Тех… У тех денег хватит. Экстремизм. Экстремизм в любом его проявлении. Я… Ну, и мы же говорили уже об этом. Сейчас туда начнут пихать всех сектантов. Ну, в том числе. Вот. И пойдут туда люди, которые будут высказываться против московского патриархата, который сейчас старается объединить и идет к объединению религий. В чем открыто и высказывают сегодня. Он ходит на службу, приглашает католиков. О чем… Ну… Ну, нет. О чем тут говорить? Нет. Я не думаю, что будет сажать только за одну критику. Будет сажать за… Ну, уже статья-то есть, собственно. Если ты там будешь сейчас… Например, ты сейчас начинаешь Путина, ну, можно сказать… Ну, как-то не знаю, даже не Путина, а именно устройство России там призывать к революции… Да. То тебя могут сейчас посадить… Ну, сталинский режим… Да мы… Мы недавно пережили только этот сталинский режим. Люди горят восстановлением Советского Союза и того режима, который был. Люди… Ну, просто… Иконы пишут сейчас с этим… Со Сталином и… Жаждут этого… Миропорядка. Ну, да. Перегиб. Ну, это… А потому что нахлебались этого либерального… Этой свободы. Мы увидели, что… Что нам дала эта свобода. У нас… Такого разорения никогда не было. У нас даже во время Великой Отечественной войны… В 90-х годах не было такого разорения. Ты знаешь, что ВВП там… Даже экономист любой скажет… Что ВВП во время войны так не упал, как во время этих 90-х годах. Представляете, ВВП упал больше, чем во время Второй мировой войны. То есть, у нас во время Второй мировой войны была еще… Промышленность… Мы еще производили… Мало того, усилили еще больше производителей. В конце войны у нас вообще была… Мы сами себя полностью обеспечили. И машинами. И всем… Всем… Всем необходимым. То есть, у нас все заводы работали. На полную катушку. То есть… И это же неспроста. Нам дали эту свободу. Мы ее не знаем, что делать. Опять же. О свободе. Мы начинаем осознавать… Начинаем с себя. Когда нам начинает… Плохо быть. Когда нас зажимается с всех сторон. Это Россия. И Россию… Как большую, тем более. Что такое… Вы тут пользуетесь всеми… Благами. Тем более, уже все украли у нас. У нас все украли. У нас уже… Нефть не предвлежит народу. Леса вырубают. Все. То есть, все. То есть, мы… Как и народ… Я не знаю… Только название у нас сегодня осталось. А то, что происходит вокруг… Только милость Божья как-то все сохраняется. Но я не думаю, что лагеря… Ну, на мой взгляд… Я думаю, православных… Тех людей, которые не согласны с патриархом… Их будут увозить… Специально, может быть, на север. Туда, на север, где места… Там места… Там места… И там будут… Как раз… Будут увозить… А если вам не нравится наш порядок… Езжайте… Вот вам, пожалуйста… Может, так и скажут… Вот вам, пожалуйста… Даже, мне кажется, денег дадут на дорогу… Чтобы доехать там до какой-то Сибири… Вот… Вот Сибирь… Вот вам поезд… И там, пожалуйста… Живите вместе с собой… Там… Все… Восстанавливайте… Делайте… Пожалуйста… Потому что это будет… Это даже будет выгодно… Потому что Сибирь не освоено… Еще… То есть… Мест там полно… Пожалуйста… Живи там… Что хочешь, то и делай… Это неизбежность… Экстремизм… Да, хорошо… Его… Пресекать… Экстремизм… Нужно… Обязательно… Это в любой стране обязательно нужно делать… Да… Вот… Но это же может перейти все рамки… Вот… Кто-то может навязать свою политику… Прийти… Однозначно, что придут люди, которые ждут сейчас падения Путина… И они будут за эту власть биться очень жестко… То есть… Они не прочитали момента… Что Путин окажется совсем другим человеком… На то он и разведчик… Что он даже… Они даже не могли его просчитать… Они думали, что будет исполнительный такой… Полковник… Которому скажешь… Ума… Две извилины… Ну… Немецкий знает… Ну… Ничего… И все… А он оказался… Всех он и переиграл… Всех отодвинул от власти… И… Я думаю… Тут можно сказать только… Ну… Я так… Я просто дивлюсь ему… Я просто на самом деле удивляюсь… Я вообще думал, что нас уже не будет раньше… А мы стоим… Вообще удивляюсь, что нам еще… Нам сейчас какие-то детские платят… Я думаю, нам сейчас и детских не будет платить… А все платят… Все… Все работает… Электричество есть… Тепло… Газ отдаем… Наоборот… Сейчас мы живем так, что… Мы жируем маленько даже… У нас… У нас… Вот… Основным критерием как раз мы должны каждый день… Помните… Не забывайте… Евангельская фраза… Да… Скажут… Мир и безопасность… Тогда придет порога… Ну да… Я согласен… Что… Как только мы… Наоборот… Сейчас же народ… Как… Ему не надо потрясений… Почему Путина выбирают? Потрясений не надо… Уже устали от этих потрясений… И поэтому… И Путин-то знает… Как он пришел к власти… Я… Ну как сказать… Просто анализируешь какие-то вещи… Что происходит… И конечно… Понимаешь… Что… Все конечно не просто… И власть это дело очень грязная… И я бы меня поставить сейчас… Каким-нибудь… Ну предположим… Я там… Я просто всегда ставлю себя на место этого человека… И я… Меня охватывает ужас… Если меня сейчас поставить там… Кормушки какие-то… Денежные… Да я тоже… У меня… Я же голову потеряю… Я же… Я же… Начну тоже эти машины покупать… Хочется же хорошую машину купить… То есть… Я не стану лучше… То есть… Меня… Убив дракона… У Шварца этот фильм… Посмотрите… Очень хорошее… Убить дракона… Я становлюсь сам драконом… Над золотом этого… Дракона… Это китайская сказка… Да… И рыцарь становится сам драконом… Это непобедимый… Он поэтому и непобедимый… Потому что… Кто даже убивает этого дракона… Сам становится драконом… Знаете… Как называют бездну… Эти… Психологи… Подсознание… Представляете… Каким красивым… Словом обозвали… Вообще… Все… Весь ад… Они окрасили в какие-то цвета… Радужные… Мужеловщика… Мужеловщика… Обозвали… Гей… Проститутку… Эту… Даже не шлюху… Назвали… Путана… Там… Так же и здесь… Подсознание… То есть… Что такое подсознание? Это ад… Душе человека… Это ад… Который… Как темная… 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 Такая… Бездна… В которую… Человек… Если начнет туда вглядываться… То там… Бездна… Там темнота… Ты там ничего не увидишь… Это бездна… И поэтому… Как говорится… Если ты долго будешь… Вглядываться в темноту… То потом… Темнота… Начнет глядывать в тебя… Аж… Поэтому президентом должен быть каждый разведчик… Вот Трампа сегодня поставили… Да… Трамп… Он уже… Он уже объелся этими деньгами… Деньги… Его… Ну… Как цель не интересует… Его цель сегодня… Действительно… Да… Достичь каких-то… Иных… Новых высот… Да… Изменить мир… Вот у него сегодня… Там… Как угодно… Называй там… Америку… Кто там Америка… Америка хочет поглотить всё… То есть это… Тот… Тот… Можешь сказать… Такая… Организация… Которая начала поглощать… Местных жителей… У неё… У неё… У неё… Такая… Хлебала… Всё… Всё… Всех… Перемалывает там… Сейчас вот Китай будет… Она Китай начнет перемалывать… Россия не будет… Предположим… Она… Мешает… Почему сейчас есть Китай… Потому что Россия мешает… Сейчас вот Россию поглотят… И тогда… Ну… Она так думает… Можно сказать… Такое направление… Вот как корабль… Назвали США… Америка… Всё… Америка… Она не переменится никогда… Она своё… Геополитически… Она и плевать на миллионные разрушения… На миллионные страдания людей… На убийства миллион… Ей плевать… И вот эта либеральная Америка сегодня… Она… Потерпела некая… Ну… Некая фиаско… Потому что она посчитала… Что народ… Быдло… И вот эта вся… Вот эта сейчас… Элита… Так называемая элита… Которая… Опять же… Что такое элита… Как ты можешь в эту элиту войти… Не войдёшь… Ты должен быть… Педерастом… Ну… Педерастей быть… Потому что ты должен быть грехами ихними заражён… То есть… Подобные подобные стремиться… И протестантство… Сегодня похоже… Я даже не знаю… Они… Они первые… Водрузят на… На голову… Антихриста корону… Они будут… Они будут… Они всё… Они… Они знают же Писание… Они всё Писание так перевернут… Что скажут… Вот… Это же вот… Вот об этом… В этом стихе… Слово… Слово… Протестантство… Вот старые… Допустим… Баптисты… Старые Пятидесятники… Говорят… Говорят… Что мы вымерли… Уже… Нет никаких Баптистов… Никаких Пятидесятников… New Age… Новая политика… Везде… Новая эра… Людям-то сегодня… Бог… Бог-то особо не нужен… Кто ищет Бога… Тот находит… Бога… А кто не ищет Бога… Того… Ты хоть… Мало того… Если ты чувствуешь… Человек не принимает тебя… Такого… С твоей… Проповедью… Отпусти его… Не навязывай ему себя… Это неправильно… Бог дал всем свободу… Вчера парень… Три часа ночи… Один звонит… Он… Погрязли тоже… В этих документах… Семья… Все… Выбросили права… Там… Все эти… Паспорта… Пятеро детей… Они живут в деревне… К нему едут… Сейчас отовсюду… Там… С этими… С вопросами… Что делать… Ну… По поводу того… Что… Это самое… Патриарх… В расколе… Да… Встречает с Папой Римским… Они там… Перестали ходить… Пречащаться… Ну… Там… Я не знаю… Много людей… И к нему едут… Вот… И они вот сейчас варятся… Вот… И… Рассказывает человек… Видно… Что… Сатана… Под Сатану… Попали… Сейчас… Страшная какая… Подал… Вот… Он же опять… То ли Патриарх подал… И то… Удочку закинул… То… То ли Сатана… То ли Папа Римский… Не пойми кто… А… А народ-то попал… Действительно… В раскол… И вот… В это… Самое… Мудрование… Там… Да… Я у тебя не буду причащаться… Ты там… Не такой… Ты поминаешь… Патриарха… Вот… Почему… Вот… Как… Я удивлюсь… Как без Христа… Да… Почему люди попадают… Вот… Попадать вот… Начертание… Под все… Они… По сути… Христа не знают… А увлечены… Вот этими… Штрих-кодами… Да… У меня… У меня… Тоже… Друг один… Уезжает сейчас… Покупает дом… Под Дивеево… И там будет жить… Ждать конца света… То есть… Тоже там… То есть… Я говорю… Ну… Это… Конечно… Это уже обрело какую-то некую… Ну… Людям… Я могу объяснить… Знаете… Какое… Дать объяснить… Я думаю… Людям просто… Некая нужна жертва… Они хотят принести себя… Они хотят… Хотят все-таки каких-то… Ну… Может быть… Пострадать за Христа… Как бы… Для себя-то я определился… Да… Это не является… Там… Сегодня не является… Стрих-кода… Все это… Поклонение сатане… Ну… То есть… У нас до этого дошло… До… Некого… Смеха дошло… Одна… Там… Кричала-кричала там об этом… Ну… Вы же не знаете… Поэтому я могу сказать… А потом… Бат… Что-то сели за чай там… Достает из пакета там… Какой-то этот… Пакет… Ну… Там… Какой-то чай там… Пить… И там что-то к чаю там… Она… И она достает… А там… То есть… И ест эти печенья… А там… Штрих-код… А там… А… Ну… То есть… Ну… Я говорю… Ну… Что это… Эти штрих-коды… Это же… Это не самое главное… Христа надо знать… Сатана… Где он… Где эти идолы… 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 Идол… Ну… В основном… Золотой телец… И власть… Это тоже идол… Власть… Собственно… Тем… Чем… Сатана… И привлекал… Христа… Властью… Деньгами… Вот это… Этому сегодня поклоняются люди… К сожалению… Детям поклоняются… Которые там… Очень любят… Порой… Там… Как… Ну… Скорее… Как любят… Как игрушку… Красивая девочка… И там… Там… На нее… Собак там… Заводят… Вот это страшно… А то… Что там… Ну… Штрихкод… Я говорю… Ну… Не ешься этот стрихкод… Господи… Ну… Это все… Конечно… Это не то еще… Но… Вот… Как Олег Стеняек сказал… Я придерживаюсь того… Наш народ… Он является хранителем веры… Поэтому… Когда наши… Русские крестьяне… Отказывались брать… Советские деньги… Потому что там было… Изображение… Безбожника… Ульянова… Ленина… И они говорили… Что это печать антихриста… Они были абсолютно правы… И во всех других случаях… Когда… Русские люди… В разные времена… По-разному… Определяли… Что… В их… Религиозно-культурном понимании… Есть печать антихриста… И они говорили… Вот это… 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 Это была их позиция… Дело в том… Что… В Священном Писании… У Иоанна Богослова… Говорится… Что… Антихрист придет… И антихристов много… То есть… Каждое поколение… Оно имеет… И своих антихристов… Оно имеет… И свои… Вот эти… Бесоские… Печати… А нам надо думать… О том… Как сохранять… Печать Божию… Поэтому… Когда… Наши оппоненты… Говорят… Ну что… ННМ… Ну… Не печать же это… Оказалось… И люди ошиблись… Мы должны решительно говорить… Нет… Люди не ошиблись… Или… Когда нам говорят… Ну что… Там… Пятиконечная звезда… Там… Нилус еще… Носился с этой идеей… Ну… Это же ошибка… Мы должны говорить… Нет… Это не ошибка… В настоящее время… Мы видим… Что все… Компоненты… Для того… Чтобы создать… Скажем так… Окончательную… Печать… Которая будет… Соответствовать… Библейским… Описаниям… Они… Созданы… Смотрите… Что сказано… О… Отеистике… Последней печати… Это… Книга… Откровения… 13 глава… 17 стих… И что… Никому… Нельзя будет… Ни покупать… Ни продавать… Кроме того… Кто имеет… Это… Начертание… Или… Имя… Зверя… Или… Число… Имени… Его… Но… В прочитанном тексте… Для нас… Очень важны… Следующие… Элементы… Тот… Кто… Не будет иметь… Эту печать… Он не сможет… Ни покупать… Ни продавать… Вот это… Два слова… Которые гораздо… Должны быть… Ключевые… Покупать… Продавать… Например… Если я имею… Пластиковую карту… То… Я могу… Покупать… У меня сам… Определенная сумма денег… Но… Я не могу… Продавать… Значит… Нужны… Какие-то… Другие документы… Речь идет о том… Что сейчас… Создаются… Компоненты… Которые… В конце концов… Будут… Сведены… В одну… Электронную… Площадку… И этот документ… Не важно… Как он будет называться… Он будет… Предоставлять нам… Возможность… Не только… Покупать… Но и… Продавать… Следовательно… Этот документ… Должен… Устанавливать… Мою… Личность… И… Надо… Прямо… Сказать… Что… Идея… Электронного… Паспорта… На настоящий… Момент… Это… Действительно… Свидетельство… В той… Площадке… На которой… Можно… Осуществлять… Как… Покупку… Так… И… Продажу… То… Что… Будет… Наиболее… Полно… Соответствовать… Именно… Библейскому… Пониманию… Этой… Печати… Ее… Юридических… Возможностей… И… Мы… Должны… Усвоить… Усвоить… Когда… Не будет… Денег… Мы… Потеряем… Свободу… Это тоже… Вопрос… Технический… Сейчас… Эти… Нанотехнологии… Могут… На… Очень… Маленькой… Площадке… Сосредоточить… Всю… Необходимую… Документацию… Ну… А… Ну… Давай… Мы тебе… Значит… Начало… с одним очень либеральным священником, он очень известный, поэтому я его имя не буду называть, и я его спрашивал, а вот в какой момент все-таки ты скажешь, а вот с этим я не соглашусь. Тогда он задумался и говорил, вот если мне скажут, мы тебе на чело поставим, вот тогда я четко скажу, я тебе обещаю, Стеняев, я скажу, я это не приму. Тогда я его переспросил, а если тебе скажут из уважения к твоей персоне, ты же представитель церковного эстеблишмента, а мы вам вот в исключительном случае не начало, а например на нос поставим, вы согласитесь, такая же безболезненная ситуация. И меня поразило то, что возникла пауза. Конечно, он сказал, что он не примет никакой пить, но вот эта пауза, она меня напугала. И самое последнее, что хочется сказать, те люди, которые борются с электронным вот этим рабством, они выглядят как маргиналы, нас хотят покажать маргиналами, с нами ведется информационная борьба. Но те, которые ратуют за электронное рабство, это политический эстеблишмент, это представители церковной номенклатуры. Как в свое время, помните, Д'Артальян стоял перед дилеммой, вступить в гвардию кардинала или нет, Д'Артальян ответил кардиналу, быть вашим другом или вашим противником одинаково почетно, потому что вы такой великый человек, вы такой могучий человек. И вот активность эстеблишмента политического и религиозного, то, как проявляется религиозная и светская номенклатура в этом вопросе, вот это какая-то непонятная никому заинтересованность, почему они так настаивают на всем этом. Вот это самый страшный и опасный момент, который реально может свидетельствовать о том, что эта угроза не мифическая, что проблемы не загорали. Ну, страшно звучит это, я, что-то я, я не знаю, я почему-то всегда, я всегда боялся быть, я думаю, нет, ну, наверное, мои внуки, может быть, дождутся, я-то отойду, потому что какая жизнь начнется, что мы будем искать быстрее, быстрее, чтобы все закончится, чтобы пришел антихрист и, наконец-то, всех умертвил, кто его не будет поклоняться ему, или куда-нибудь сбагрил куда-нибудь на север, и тут, конечно, надо уже все выбирать, сытая жизнь, ну, как сытая, не сытая, ну, не голодная, или голодать умертвил. А как иначе, мы сворим жизни и смерть апостолов, их путь вот этот вот крестный, да, они же все не пострадавших, мы берем жития святых, все православие. Все мученики, да. Одни мученики, а как туда, туда иначе-то не попадешь никак. Мученической крови. Если вот придут, скажут, отрекайся от Христа, или сейчас мы тебя, ну, и выбираем. Да не то, что сейчас они не будут, зачем от Христа так прямо говорить, а от своей идеологии, от своего православия, прими наше православие, а свое оставь. А, ну, да, 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 правильно, вы более тоньше говорите, правда. Нет, тебе никто не говорит, будешь православным. Ну, вот, надо вот принять все вот то, что сейчас новое готовится. А это всегда же так было. Ну, у нас сто лет назад зеркально противоположное было. Никоновская реформа, тоже она началась оттуда. Там началось это прочесывание, что церковь разрезали этими нововведениями, которые можно было обойтись и потихоньку все это сделать. А это вот надо было вот таким образом. Потом, да, в 17-м году, когда живы церковники, когда церковь, кстати, церковь же приняла эту новую власть. Она же, она же, синод, синод же, там молились даже за то, что царя свергли за новую власть, потом эта власть их и уничтожила. По сути, борьба-то была с чем, опять же, если то время взять, да, 16-й век, вот, это Европа, тогда Европа пыталась воссоединиться с Россией, да, своей идеологией, вот. Петр, Петр же открыл вратарь. Ага, абсолютно верно. Да, да, и вера новая, он же заставлял веровать, как там верует. Да. То есть ему нравилось, нравилось то христианство протестантское, оно было, оно земное было, оно, то есть, оно было к земле привязано, то есть земную жизнь устраивает. Да, да. Да, и вот, и сегодня опять земную жизнь устраивает, тогда православие тогда теряет свой смысл, то есть православный человек, он, он живет небом, он к небу, поэтому у нас в России так все было не устроено, европейцы приезжали, говорили, они могут понять, почему мы так относимся к этой земной жизни так, как будто это не жизнь, а какая-то параша какая-то, ну, по большому счету, это, а что, чему вот так у нас, у нас жизнь такая, что людям смерть казалась как избавление от всех этих тягостей, царские там всякие были, всякие цари были, и народ все же нес, и все это было на народе, все народ потом, все царские указы, все царские отражались на народе, и народ потом расхлебывал все, воинами, к сожалению. За это нас и ненавидят, за это мы поперек горли, как кость, горли у всего мира стоят. Абсолютно верно, мы за своей верой уже замучили всех, они уже ненавидят уже нас, ненавидят не то, что они не хотят, чтобы вообще нас, мы были, говорят, что с ними с этим миром сделать, давайте уничтожим их не в церковь, тогда начнем потихонечку, вот они добиваются этого, чтобы и нас уже превращают в этих вот, как бы сказать, православных, ну как сказать, животных, православных животных, которые будут вроде православные, сохранят это, и такой компромисс найдут. Да, хорошо, как униаты, вот почитайте, униаты были, они что, им пришли, сказали, вот вам деньги, ну служите как служили, только поклоняйтесь Папу Римского и почитайте Папу Римского, просто, просто поминайте его на службе. Казалось бы, да, условие такое, и пошло, а затем, пошло уже навязывание уже и какого-то богословия, потом говорят, это все ваши святые, это все, да, да. И в конце концов, превратились униатов в тех же католиков, тех же, в которых сегодня, к сожалению, вот этот развращенный весь мир, то есть там уже педофилия, педерасты, это там уже было в порядке вещей, и об этом Папа Римский все знали, и сейчас только дошло до нас это все, вот вся мерзость, вот эта вся мерзость, это же, это все доходит из-за нас, и это все покрывается, почему? Потому что верхушка все это, как бы, все это знает, все это, они сами все мазаны одним там, одним миром мазаны, поэтому они, они сейчас все это продвигают, чтобы всю церковь покрыть, чтобы все это, то есть они, может быть, там понимают, что да, там можно, но они хотят обхитрить, но они не обхитрят сатану. Лукавый-то, он знает, что его не обманешь, он намного хитрее всех, всех людей, живущих на земле, всех вместе взятых, он не может ничего, с Христом ничего поделать, со Христом ничего не может поделать, а скажем человеком, даже очень, очень мудрым, очень умным, очень начитанным, он все знает, как его обмануть. Мало того, Христос сказал в Евангелии, я открыл это детям, чтобы посрамить мудрость мира сего, открыл детям, то есть рыбакам, которые вообще неграмотные были, а говорили так, в таких словесах говорили, что греки там рты открывали, сказали, да, мы такого еще не слышали, такого мы еще не слышали, приходите завтра только, мы обдумаем, что вы сказали. То есть, а так и выходит, что сегодня откроется, именно через простых людей открывается истина, и Господь как раз наполняет сердца простых людей, чтобы сказать. Господь пришел обличить мир во всем его вот этом многообразии, и сказал, кто любит мир, тот враждует с Богом, и все. Мало того, он говорит, что безумие, мудрость, житейская мерзость перед Богом, и наоборот, безумие, которое называют в миру, является мудростью, мудрость Божия, безумие для мира сего, мудрость Божия, безумие для мира, которые, там, этим, евреям соблазн, и эленам, это, да, эленам, как там написано, евреям, иудеям, соблазн, и эленам безумие. Безумие, да, да, ну вот, язычникам сегодня начинаешь разговаривать, они говорят, вообще, о чем вы говорите-то, то есть мы не можем, почему с этими сейчас, с язычниками найти общий язык, почему, потому что они не понимают, как это, кто, как это мы могли, мы не могли так жить, мы не могли, такая слабая религия, такая слабая религия, как христианство, побеждать, там, таких врагов, правую щеку подставь, там, да, ко мне лично поставлю правую щеку, когда меня лично, там, а когда касается моих ближних, я, я в другой становлюсь, я, зачем ты обижаешь его, зачем ты обижаешь эту бабушку, зачем ты обижаешь, то есть, зачем ты собаку бьешь ногами, зачем она маленькая, зачем ты издеваешься над ней, тогда защити, возвысил голос против, да, он там начнет тебя лупить, да, прими это, то есть, это является христианское, христианское, когда я не о себе опекусь, я не думаю сейчас о своем, о своей жизни, о своей испорченной, о своим испорченном носе или там разбитом, разбитой губе, то есть, это все, то есть, русский человек-то этим силен, то есть, он не думает о себе, он готов отдать сейчас себя ради ближнего своего, только потому, что он видит в этом правду Божию, что я отдам жизнь свою за другие своя, и тогда в этом и заключается победа, потому что, говорят, что с этими русскими делать, они, они, он, идут на смерть, как на это, как на радость какую-то, смотришь на этот запад, просто думаешь, господи, они нам пытаются, они нас пытаются жизнью учить, вы там необразованы, да, мы необразованы, да, мы темные, но в этой темноте-то, они какую темноту-то принимают, они как раз принимают, тот свет небесный принимают за темноту, им неприятен этот свет, потому что от нас, от нас, от наших праведников светится таким светом, им противно, им не хочется, им, говорят, вы тупые, как вам Господь такую землю, зачем вам землю столько дал Господь? Верующие, вот спрашивайте протестантов верующих, они ненавидят, они говорят, как Бог дал этому темному народу, тупому, ленивому, пьяному, дал такие земли. Россия останавливается, Россия показывает, русские показывают, совсем другое, и церковь еще какой-то голос возвышает, против абортов, против пидорасов, против жизни там, такой, который сегодня Европа нам и католики уже все, они там, этих пидорастов уже узаконили, ну все, открытым текстом уже Папа Римский там говорил, что вы что, как кролики там плодитесь там, то есть против многодетных семей уже открыты. Это прообраз, когда Троица явилась в Содом и Гаморру, они сказали, жители города, дайте мы их познаем, вот сегодня православных они требуют, дайте мы их познаем, мы их к себе приведем. Да, мы их сделаем, мы их сделаем такими же пидорастами. Мир пидорасов предлагает сегодня о пидорасе православных. Вообще, это, конечно, круто, но да, очень похоже на правду, очень образ такой, потому что, а что Лот, помните, Лот говорил, дочерей моих, вот, дочерей своих отдавал, берите их, пользуйтесь ими, нате, если вы хотите, только это мои гости, и они же святое. Да нет, своих дочерей, они уже, женщин, пользования не имеют, даже эти, какой, казалось бы, грех считался при любодеянии, но это, оказывается, меньше греха, чем, там, это, и вот, сегодня нас эти ценности нам навязывают. И сегодня к церкви, кстати, к сожалению, это все и вошло уже, то есть оно зашло уже, еще при, там, при этом, как же, у Ротов, не Ротов, а этот, как его, Никодим был, да, Ротов, кажется, Ротов, который умер на руках, он же через, через него вся эта вошла, диростия, то есть он там всех проталкивал, потом сейчас, это протеже, это уже стало лобби, это уже мне один, ну, как сказать, эпископ уже, как бы так, дал понять, что это и есть лобби, это все об этом все знают, все об этом знают, молчат, то есть они все знают, кто, кто там есть, чем мазано, они там просто держатся особняком, эти люди, а те, кто монаши, что еще на самом деле, которые, те, как бы, их в сторонку, то есть лучше места взяли, они там всех убирают, там те, кто, то есть ставят своих везде, все везде, сейчас везде патриарх, он всех своих поставил, и они все одним миром мазаны, а если он не будет одним миром мазан, то они не будут ему, то есть он, то есть чем хорошо манипулировать человеком, который ты знаешь, который имеет какую-то слабость, слабость, и можно им манипулировать, то есть шантажировать, можно сказать, если ты сейчас что-то мне не делаешь, я все скажу правду, что какой-то есть, и он этого боится, он, ему единственный, какой путь, ему единственный путь только на мученичество, он должен отказаться, сказать, да, пускай народ, пускай, и тогда это будет единственный, единственный вариант сегодня, мученического кончина патриарха, но это мученическая картин, его кончина сделает его, на самом деле, святым и церковь оздоровит, но если этого не произойдет, то дальше начнется, в конце концов, придет тот, кто уже, ну не знаю, вы так сказали, я немножко содрогнулся, ничего себе, и мне как-то жутко стало немножко от того, что мне придется это пережить, и мне страшно от этого становится, я не могу сказать, что я там бесстрашный, бесстрашный только сумасшедший. Я не знаю, надо закрепиться и жить в этом, а как иначе-то? Терпением вот все не является, я вот всем, у нас бабушка, а что я могу бабушкам еще сказать? Она говорит, да вот у меня вот это болеет, вот это сын у меня пьет, я говорю, ну единственное, что я могу говорить, да знаю, я говорю, только терпением всеми спасаемся, терпите, терпите себя, терпите свою жизнь, терпите, видите свою ошибку, что вы, там, когда воспитывали сына своего, то что-то вы его не воспитали, вы не воспитали его в вере в Бога, вы не привили его, ему страх Божий, а потому что страх Божий прививается. Детки должны видеть, что ты боишься Бога, что ты не наглеешь перед Богом, что ты трепещешь перед Богом, что ты имеешь страх Божий, и тогда они это возьмут. А если ты не научился, они будут такие дерзкие и станут больными потом их, пьяницами всякими-всякими, и потом тебя еще мучить начнут. Мы же родители тоже имеем обязанности перед своим чадом, воспитать его, что сделать? Привести его ко Христу, к Богу, чтобы потом он уже сам жил, чтобы он к спасению шел. А если вот он там вырастет, сам познает, да ничего он не познает. Ребенок, тем более, если он у тебя еще зависит, когда ребенок, ты можешь его вкладывать, пока у него, как пластилин, он может еще. И мы воспитывались раньше так, от отца к сыну передавалось, и все это было естественно, поколение шло друг за дружкой. А потом это все было оторвано, оборвано. Мы на войне, мы воюем, и война наша с духами злоба поднебесными. А в духе злоба поднебесной это что такое? Это через людей. Но мы не человека должны возненавидеть, а должны возненавидеть идеи, которыми он одержим, и пытаться эти идеи евангельскими словами, любовью покрывать, покрывать где-то, а потому что мы сегодня обличать можем, а что мы дать взамен? Ничего не можем. Только мы начинаем вот там, вот я сейчас, то есть этот, то есть обличать, это ума не надо, я вообще человек так, тем более мой ум, это вообще расположено, я только и вижу одни недостатки. Но я чужие вижу недостатки, своих-то я не вижу. Поэтому меня Господь говорит, ты свои посмотри, какой у тебя, ты что, лучше что ли? Ну ты сейчас станешь завтра этим епископом, и что? И что из тебя будет? Из тебя вылезет вся эта гадость, которая скрыта, ты просто эту гадость о себе не знаешь, ты еще не знаешь, кто ты есть на самом деле. Я просто говорю, что если мне дать сейчас, я поэтому туда не иду, я не стремлюсь туда, мне это не надо, потому что я знаю, что за каждой, меня с меня спросят, как священника, меня спросят, как с отца моих детей, с меня спросят, а если еще епископом, если, то страшнее. Не приведи Господь. Не приведи Господь. Бегал Иоанн Златоуст Епископства, бегал, это уже его прям, бегал этот, как его, да много святых бегали, Николай Угодник тоже не особо-то стремился в митрополитах, поэтому упаси Господи, потому что это ответственно, и это одни искушения, это искушение на искушении, поэтому мне своя мера, мне вот так хватает, и все. А молиться надо, молиться. Вот мне Господь хорошего дал нам сейчас Владыку, хорошего. Почему? Потому что я прихожу, ему говорю вот в открытую. Где такое-то, я нигде такого не видел. Я могу прийти, ему открытую. Он принимает, слушает, да? Слушает, принимает, он понимает, я ему говорю, все, он, мы с ним вообще просто, как братья разговариваем, как братья, мне уж прям даже не, как-то не, я даже не верю глазам своим. Он говорит, а все это, все это известно, всем все известно, все в церкви все это понимают, что происходит, какие движения сейчас происходят, все это, но сейчас пока вот такое время, сейчас, сейчас встать из окопа выброситься там, ну что будет, ну что будет, там видно будет, Господь, Господь сожидит в церковь, и все это обличит, обличит, он говорит, все, что делаете сейчас в тайне, будут говорить на кровли. Ну ладно, Сергей, поклон матушке передайте, помню вас, и без меня не умирайте. Все, 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 счастливо, я очень буду грустить, если вы уйдете, мы не поговорим. Да ну, не, рановато. Ну все, давайте, держитесь, крепитесь, давайте, Господне благословение, давайте, благословлю вас, помоги Господи. Спасибо, Господи. Спасибо.